Музыка Приветик, мои дорогие! Страшную весть принес я тебе, Надежда! Страшная весть! Оказывается, ребятки, контракт с аудитами по Петро в доллару истек, и это страшная весть для США. Значит, я вам зачитываю, что произошло. Саудовская Аравия не будет продлевать 50-летнее нефтедолларовое соглашение с Соединенными Штатами на фоне опасений стран БРИКС, что правительство США продолжит печатать деньги и девальвировать доллар. В финансовом мире потенциально ожидаются значительные финансовые потрясения, поскольку Саудовская Аравия решила не продлевать свою 50-летнюю нефтедолларовую сделку с Соединенными Штатами. Соглашение, срок действия которого истек в воскресенье 9 июня, стало краеугольным камнем глобального экономического доминирования США. Американские СМИ практически полностью игнорируют эту историю, потому что они слишком заняты распространением лжи. Отказ Саудовской Аравии от нефтедоллара и торговли нефтью и другими товарами в нескольких валютах, включая китайский юань, евро и иену, рубли, а не исключительно в долларах США, является серьезным ударом и может повлиять на силу доллара, поскольку Саудовская Аравия является и входит в число крупнейших производителей нефти в мире, наряду с США и Россией, обладая вторым по величине запасами нефти в мире. Эту новость я опубликовала у себя в телеграм-канале и также у себя в комьюнити в текстовом режиме на ютуб-канале, поэтому те, кто подписан на меня, они это уже видели, и вы, кто подписан на моем телеграм-канале. Но сейчас я хочу вам рассказать о том, что говорят американские блогеры, не средства массовой информации, не государственные средства массовой информации, а известные блогеры, такие как Джимми Дор и Тим Пул. Это видео мы посмотрим блогера Тим Пул, а следующее видео я сделаю с Джимми Дором, он там тоже рассказывает про эту ситуацию. Это очень серьезная ситуация, наверное, может быть, я даже сделаю три видео, потому что есть еще очень хороший финансовый блогер, который тоже про это снял большое видео. Белый дом и правительство США ничего про это не говорят, просто-напросто рот на замки, даже не мявка, хотя Байден летал к саудитам, вилял хвостом перед принцем, но ничего не произошло, саудиты вышли все-таки с этой сделки. То есть она закончилась, они не продлили. Вот, более того, саудиты собираются вступать в БРИКС, как вы знаете. Ну, давайте посмотрим, какую панику эта история навела на здравомыслящих американцев. Итак, Тим Пул. Слушай, не отключайтесь, после окончания почитаем комментарии, которые оставили американцы под видео, будет очень интересно. Леди и джентльмены, возможно, это апокалипсис. Срок действия нефтедолларовой сделки между Саудовской Аравией и США истекает без заключения нового соглашения. Срок действия нефтедолларового соглашения с Соединенными Штатами и Саудовской Аравией истек. Согласно сообщениям, страна Персидского залива решила не возобновлять сделку, срок действия которой истек 9 июня. Этот шаг можно рассматривать как глобальную финансовую парадигму перехода от доллара США в качестве резервной валюты. Прекращение сделки также может иметь последствия для Америки. 50-летнее соглашение имело значительные геополитические и экономические последствия. Оно послужило катализатором формирования глобального энергетического рынка и оказало влияние на международные отношения. Нефтедолларовая система была подписана в 1974 году в результате двустороннего соглашения между США и Саудовской Аравией. Обе страны решили устанавливать цены на нефть и торговать ее в долларах США. Стандартизация цен на нефть в долларах привела к тому, что каждая страна, покупающая нефть у Саудовской Аравии, должна была платить в долларах. Несколько других нефтедобывающих стран также начали стандартизировать свои цены на нефть в долларах США, что дало толчок к развитию нефтедолларовой системы. Что же, леди и джентльмены, что это значит для вас? Соединенные Штаты производят очень мало. Единственная причина, по которой экономика США находится в таком хорошем состоянии по сравнению с другими странами, заключается в том, что у нас есть глобальная империя. Мы направляем оружие на других людей, мы захватываем их и устраняем их лидеров. Отказ Саудовской Аравии от нефтедолларовой сделки, скорее всего, означает, что они тоже начнут торговать в других валютах. А это означает, что ни у кого нет причин покупать доллары США. То, как это работает, довольно просто. Если страна, назовем ее просто страной А. Как насчет Фристистана? Назовем его Фристистаном. Им нужна нефть. Что они должны сделать? Они должны обменять валюту Фристане на доллары США первой, а затем купить нефть за доллары США. Есть более быстрые способы проведения транзакций, совершения сделок. Но, по сути, это означает, что валюта Фристистана должна быть сильной. Обычно страна должна поддерживать экспорт на более высоком уровне, чем импорт, продавая больше, чем покупая. Чтобы покупательная способность оставалась сильной, и они могли покупать нефть для своей страны. Соединенные Штаты этого не делают. Соединенные Штаты просто печатают валюту при выпуске долга, а затем покупают на нее нефть. Теперь, если администрация Байдена или кто-то еще просто купит тонну нефти, напечатав деньги и создав долг, то вы получите инфляцию. Это означает, что вот-вот произойдет что-то волшебное. Это означает, что если нефтедолларовая система рухнет, экономика, скорее всего, рухнет. И вы все обнаружите, что ваш уровень жизни стал жалким. США не производят достаточно, чтобы поддерживать сильную валюту. Именно нефтедоллар позволяет валюте быть сильной. То есть, что производят США? Доллары. Для чего хороши доллары? Для покупки нефти. Больше нет. Так что теперь, почему кто-то собирается покупать доллары? Они этого не делают. Так что стоимость доллара вот-вот начнет падать. Ваша покупательная способность вот-вот рухнет. Удачи. У меня нет ответов. Я не экономист. Я нахожу это одним из самых захватывающих событий, которые когда-либо происходили. Я имею в виду, что из этого вытекает спираль принятия решений. Во-первых, следует сказать, что этого никогда бы не произошло при Дональде Трампе. Саудовская Аравия любила, любила, любила Дональда Трампа и ненавидела, ненавидела, ненавидела вторую половину администрации Байдена и администрацию Обамы и Джо Байдена. Ты знаешь, многое из этого сводится к тому факту, что Саудовская Аравия была по сути нашим вассалом на Ближнем Востоке. Из-за нефти и экономики этого региона в течение столетия, по сути. И я услышал кое-что действительно интересное от Сноудена в интервью Джо Рогану несколько лет назад. И с тех пор я хотел вернуться и отследить эту поездку. Этот клип, потому что я не могу выкинуть его из головы, когда я вижу это, а именно то, что Сноуден проговорился. И я не знаю, откуда он получил эту информацию или насколько сильно он был убежден в этом. Он как бы намекал на то, что это было правдой, но он. Он. В одном из его, я думаю, двух появлений на шоу Джо Рогана, он, по-видимому, намекнул на то, что у американской разведки было. Что у Саудовской разведки была информация о том, что Хашоги был вовлечен в своего рода организацию, своего рода поддерживаемого Соединенными Штатами государственного переворота в правительстве Саудовской Аравии, и что это было частью расчета их убийства в посольстве Хашоги. И я нахожу это действительно интересным, потому что Обама действительно отдалил Саудовскую Аравию из-за сделки с Ираном. Открыв экспорт нефти и газа Ирана, это фактически делает Иран региональным соперником Саудовской Аравии, вся экономика которой основана на их региональном энергетическом доминировании. И у Ирана на самом деле, я полагаю, больше сырой нефти и газа, чем у Саудовской Аравии, если бы им было позволено экспортировать их на полную мощность. И администрация Обама, открыв их и сотрудничая с ними в рамках сделки с Ираном, объединила Саудовскую Аравию и Израиль в единое целое. На самом деле, это своего рода корни соглашения Авраама, которые заключаются в том, что администрация Байдена, администрация Обамы со сделкой с Ираном. В 2015 году, создавая Иран и Катар через посредников, они фактически создавали угрозу безопасности для Израиля. Потому что эти деньги пошли бы на оплату Хамас и Хиосбалы, а также экономическую угрозу для Саудовской Аравии, потому что теперь они потеряли бы огромную долю своего рынка. Потому что теперь на рынке появилась вся эта иранская нефть, а затем это привело бы к снижению цен на нефть, которую они продают, потому что у вас есть все эти новые поставки на рынке. И это фактически привело к тому, что Израиль и Саудовская Аравия впервые за десятилетие вступили в партнерство по средникам, в котором выступила администрация Трампа. Первый акт, если вы помните, что сделал Трамп, когда он вступил в должность, это было убийство этой энергетической сделки с Ираном. И поэтому МБС и Саудовская Аравия любили Трампа, а затем сразу же стали враждебно настроены по отношению к Байдену. И я не могу помочь, если отчасти это связано с текущей политикой администрации Байдена в отношении Ирана, с этой сделкой с Ираном через черный ход, которую они фактически имеют. Позволяя Китаю иметь эту сделку на сумму 400 миллиардов долларов на нефть и газ с Ираном в обход санкций. В то время как Хантер на самом деле был партнером китайской энергетической компании, делающей это. И затем у вас есть, ну я имею в виду, что несколько лет назад одна и та же компания была этим Хантером 5-6 лет назад. И затем у вас есть, вы знаете, я не могу помочь, но думаю, что Саудовская Аравия видит траекторию Соединенных Штатов при каком-то постоянном правительстве Байдена. Как нечто такое, что может свергнуть Саудовскую Аравию изнутри и обанкротить ее извне. И вот теперь они нарушают это 50-летнее, знаете ли, это 50-летнее нефтяное долговое обязательство, и говорят, послушайте, вы собираетесь утонуть. А мы собираемся сотрудничать с Китаем, и они собираются, знаете ли, они станут нашим новым большим папочкой. Джо Байден не внушает доверия никому ни в ком. И поэтому я не могу себе представить, чтобы кто-то подумал, представь, что ты хочешь начать бизнес с кем-то. Ты хочешь заключить с кем-то контракт. Допустим, ты хочешь сделать комикс, и тебе нужен парень, который может, я не знаю, придумывать идеи. Ты отличный художник. А потом ты встречаешь Джо Байдена, ты собираешься заключить с ним сделку, вот в чем дело. На самом деле, не собираюсь этого делать. На самом деле это здорово, что вы подняли этот вопрос, потому что только сегодня на саммите G7 было объявлено, что Министерство финансов США собирается реализовать этот план по финансированию Украины за счет замороженных российских активов. Это верно, да. Итак, у нас это было, ты знаешь, мы всегда просто надевали шляпу государственного департамента. Мы всегда приводили аргумент, что тебе следует инвестировать в Соединенные Штаты, а не в Китай, потому что, эй, в Китае автократическое правительство. Ты никогда не знаешь, будут ли твои инвестиции безопасными, потому что в любой момент КПК может просто национализировать твою компанию, забрать все твои активы. На самом деле, они этого еще не сделали, но над тобой всегда нависает угроза этого из-за того, как работает их система. Так вот, Бразилия, тебе следует пользоваться нашими телефонами вместо Huawei. Тебе следует пользоваться Amazon вместо Alibaba. Вам следует инвестировать свои активы на территории Соединенных Штатов, а не на территории Китая. А теперь государственный департамент и казначейство только что сделали большой, плохой, знаете ли, апокалипсис. Апокалипсис, о котором мы всегда говорили в течение примерно 30 лет о том, что Китай может когда-нибудь сделать, и именно по этой причине они плохи. То же самое и с уголовными преследованиями, где они говорят, о, Трамп угрожает привлечь к ответственности людей, в то время как они на самом деле это делают. Но они заключили сделку в соответствии с нашей правовой системой в том виде, в каком она существовала в то время. Например, русские ненавидят русских, думают, что они самое худшее, что есть на свете, думают, что Путин это Гитлер. Они инвестировали активы в эту страну, они не нападали на Соединенные Штаты. Что бы вы ни хотели сказать, что бы они ни сделали, это произошло в 8 милях от другой иностранной страны. Если новые условия сделки с Соединенными Штатами заключаются в том, что мы прищуриваемся и говорим, эй, ты знаешь что? Мы думаем, что вы атакуете демократию, какую-то эфемерную концепцию. Тогда миллиарды, по сути, я думаю, что это примерно от 200 до 300 миллиардов долларов замороженных российских активов. Я знаю, что было 3 миллиарда долларов, которые они обязались немедленно направить на финансирование Украины. Зачем вам заключать сделку с этой страной таким образом? Я имею в виду, что если это немедленно не отменить, это будет иметь катастрофические дипломатические последствия. Но это не будет отменено немедленно, не так ли? Мы как бы находимся в тупике в свободном падении с точки зрения нашей внешней политики, на мой взгляд, до тех пор, пока мы не выясним, кто будет заниматься следующими четырьмя годами. Вы могли бы увидеть мир, в котором Трамп побеждает на президентских выборах, и кое-что из того, что произошло, что уже произошло. Некоторые из худших излишеств, не все, но некоторые из худших излишеств, кажутся просто дурным сном. Они угрожали, что сделают это. Они нанесли небольшой ущерб, но это было остановлено, пока не стало слишком поздно. Америка должна сохранить столетие дипломатического мастерства, которое у нас было на тот момент. Вы скажете, хорошо, был период, когда мы слетели с катушек, но мы быстро взяли себя в руки. И это на самом деле показывает, насколько надежна наша система, даже когда мы перегибаем палку. Даже когда кажется, что мы собираемся отказаться от этой сделки, даже когда это действительно так. На самом деле это безопасно, потому что мы всегда сможем поймать самих себя. И это еще одна причина, по которой судьба вселенной висит на волоске в ноябре этого года. Ну что действительно поразило меня в людях, которые были в Большой Семерке и заключали эту катастрофическую сделку, так это то, что все шестеро из семи лидеров непопулярны. Как будто у них в собственной стране идет безумная внутренняя борьба. Как будто у одного политика был отличный репортаж об этом, где говорилось, что это собрание хромых уток. Вы знаете, я имею в виду, что у вас есть непопулярные лидеры, которые заключают сделки, которые приводят к катастрофе. Похоже, именно в этом мы сейчас и находимся. Спасибо, что посмотрели этот клип от Тима Каст и Зерл. Обязательно смотрите его с понедельника по пятницу в 8 часов вечера на этом канале. Подпишитесь, и мы всех вас там увидим. Так, а сейчас, ребята, мы смотрим с вами в переводе видео от Джимми Дора. И посмотрите, что Джимми Дор сказал по этому же поводу. Итак, ребятки, теперь смотрим клип Джимми Дора. Он, значит, рассказывает о том, что нефтедоллар, который, вероятно, является самой важной экономической концепцией, которая подавляющая большинство африкоамериканцев совершенно не осведомлены, что чистая правда, находится на пути к исчезновению. Принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Салман отказался пробивать соглашение своей страны с Соединенными Штатами о продаже нефти в долларах. И потенциальные последствия для экономики США могут быть катастрофическими. Джимми обсуждает, как нефтедоллар позволяет Соединенным Штатам вводить санкции против других стран, что служит лишь для того, чтобы заставить другие страны отказаться от доллара. Итак, смотрим в переводе видео ролика от Джимми Дор. А потом в конце ролика почитаем комментарии под роликом Джимми и роликом Тим Пула. Что американцы думают по этому поводу. Итак, секундочку, начинам смотреть. Конец-то произошло. Выход Саудовской Аравии из нефтедоллара – это смена парадигмы глобальных финансов. Финансовый мир готовится к значительным потрясениям после решения Саудовской Аравии не продлевать свою 50-летнюю нефтедолларовую сделку с Соединенными Штатами. Срок действия, который истек в воскресенье 9 июня. Так что я знаю, что я поговорим о цене на бензин. Я не знаю никого другого, кто бы когда-либо поднимал эту тему. Но именно поэтому у нас такие тесные отношения с Саудовской Аравией. Это во многом связано с тем, почему мы были вовлечены во многие войны, которые мы ведем, особенно в Йемене. Вот вам объяснение. Это Марин Кафуса. Я не знаю, как вы произносите это имя. Катуса? Он автор книги «20-14 лет холодной войны. Как глобальная торговля энергоносителями ускользнула из-под контроля Америки». Поэтому я уделю вам всего несколько минут, чтобы объяснить это, возможно, лучше, чем я могу. Нефтедоллар на самом деле является средством, изобретенным Киссинджером и Никсоном. Уровень жизни всех американцев можно проследить отсюда, из обширных, богатых нефтью пустынь Саудовской Аравии. В начале 70-х годов, после арабского кризиса, связанного с нефтяным эмбарго, ОПЕК фактически утроила цены на нефть для западного мира. И в то время Америка осознала свою уязвимость, поскольку импортировала около 70% всей потребляемой нефти. Чтобы обеспечить надежный зарубежный источник нефти, президент США Ричард Никсон направил своего госсекретаря и советника по национальной безопасности Генри Киссинджера в Саудовскую Аравию для тайной встречи. В результате был заключен пакт, который действует и по сей день. Если бы Саудовская Аравия, которая в то время была крупнейшим в мире производителем нефти, продавала нефть за доллары США, Америка защищала бы Саудовскую Аравию. И следила бы за тем, чтобы дом Асад оставался у власти. Прямым результатом этого соглашения между США и Саудовской Аравией стало то, что все остальные нефтедобывающие страны также приняли доллар в качестве де-факто средства обмена. Спрос на него во всем мире вырос в геометрической прогрессии, и вскоре у него появилось новое название «нефтедоллар». Ваша валюта сильна ровно настолько, насколько силен спрос на нее, как и все остальное, предложение и спрос. Почему нефтедоллар важен? Это вызывает спрос на доллар США. Многие американцы не осознают, что более 70% всех стравых купюр в мире на самом деле находятся за пределами США. В России больше 100 долларовых купюр, чем в Америке. Этот запас долларов США в странах по всему миру связан с тем, что нефть покупается и продается с использованием доллара США. Если нефть начнет торговаться не в нефти-долларах, таких как золото или корзина валют, или если Китай и Россия начнут торговать в юанях и рублях, а не в долларах США, этого спроса не будет. И образ жизни среднего американца будет разрушен. Это будет хуже, чем Великая депрессия. На сегодняшний день любой, кто потенциально угрожал статусу нефтедоллара, не преуспел. Ливийский диктатор Муаммар Каддафи публично выступал за создание панафриканской валюты, обеспеченной золотом, которую он мог бы обменять на нефть Ливии. Он был убит во время поддерживаемой США революции в 2011 году. А всего за несколько лет до этого иракский диктатор Саддам Хусейн выступал за продажу нефти за евро. В этот час американские коалиционные силы находятся на ранних стадиях военных операций по разоружению Ирака. США вторглись под предлогом поиска оружия массового уничтожения. У Ирака не было никакого оружия массового уничтожения. И что интересно, после того, как американцы вторглись, захватили власть, поставили свое собственное правительство. Вся концепция продажи нефти в евро больше никогда не всплывала. Сегодня многие страны возмущены нынешней нефтедолларовой системой и их ведущий представитель, никто иной, как президент России Владимир Путин. Американцы должны быть очень обеспокоены тем, кем может стать Путин. Сейчас идет новая холодная война. Это более холодная война. Именно это сейчас и происходит. И кто находится в центре этого толчка? Владимир Путин. А нефтедоллар имеет такое большое значение для холодной войны. Единственное, что сейчас удерживает Америку на вершине, это нефтедоллар. И позвольте мне прояснить, что если нефтедоллар умрет, то вместе с ним умрет и Америка как сверхдержава. Так что он умирает. Так что это не произойдет немедленно. Это был довольно важный показатель, не так ли? 70% всех 100 долларовых купюр находятся за пределами Соединенных Штатов. В России больше 100 долларовых купюр, чем в Соединенных Штатах. Это довольно много. Так что все страны могут торговать друг с другом. Они используют доллары, но собираются отказаться от них. Вот что такое БРИКС. Это Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка. И теперь я слышал, что Турция хочет присоединиться к БРИКС. Есть 80 или 80 с лишним стран, которые, как я слышал, хотят присоединиться к БРИКС. Так что доллар США, как резервная валюта мира, уходит в прошлое. И это не произойдет в одночасье, но это уже в пути. Это произойдет в течение 10 лет. Так что это будет происходить медленно, а не сразу. Но Саудовская Аравия уже начала продавать золото Китарю, а не в долларах США. Итак, вот еще кое-что. Кстати, это не самое важное. Это должно быть заголовком в каждой газете. Это должно быть главной темой в каждом новостном шоу. Они даже не говорят об этом. Они даже не упоминают об этом на CNBC. А зачем им это делать? Они не рассказали вам об этом с самого начала. Они этого не сделали. Они никогда не объясняли вам, что на самом деле поддерживала доллар США в первом месте. Они никогда не объясняли Петра Доллар, никогда не поднимали эту тему. Точно так же, как они не говорят вам о реальной причине войны на Украине, или реальной причине Сирийской войны, или реальной причине Иракской войны, или реальной причине Ливийской войны, или реальной причине оккупации Афганистана в течение 20 лет. Они не говорят вам о реальной причине чего бы то ни было. Они не собираются говорить вам, когда они наконец начнут рассказывать вам об этом. Они не собираются говорить вам о реальной причине этого. Так что решение не продлевать контракт позволяет Саудовской Аравии продавать нефть и другие товары в нескольких валютах, в том числе в китайских юанях, евро и иенах и ванн, вместо того, чтобы продавать их исключительно в долларах США. Кроме того, потенциальное использование цифровых валют, таких как биткоин. Так что это также поможет биткоину. Да, последняя разработка знаменует собой серьезный отход от системы нефти доллара, созданный в 1972 году, когда Соединенные Штаты отделили свою валюту от золота. И я просто говорю вам, что это заставляет меня чувствовать себя лучше по поводу вложения моих пенсионных денег в драгоценные металлы золота. Так что я вложил не все. Я вложил огромную сумму в золото. Это заставляет меня чувствовать себя намного лучше. Когда США отделили свою валюту от золота и, как ожидается, ускорит глобальный переход от доллара США. Я также вложил немного в биткоин. Биткоин. Биткоин, золото. А в чем же заключается другое. Я действительно получил немного казначейских облигаций, потому что они выплачиваются прямо сейчас. Я пыталась инвестировать в бомбы. В бомбы? Бомбы. О да? Да. Совсем недавно Саудовская Аравия объявила о своем участии в проекте и масте, проекте, который исследует платформу цифровой валюты центрального банка или CBD, совместно используемую участвующими центральными банками и коммерческими банками. Эта платформа называется М-Бридж. М, видимо, от слова money, как деньги. И Бридж – это мост. Это будет платформа, на которой будут работать вот эти цифровые доллары CBDC. Слушаем дальше. Тройна технологии распределенного реестра, которая позволяет осуществлять мгновенные трансграничные платежи, расчеты и операции с иностранной валютой. Так что прямо сейчас, когда страна хочет это сделать, мы показали вам африканские страны, которые жалуются на это. Они говорят, что если я хочу торговать с другой африканской страной, я должен взять свою валюту, обменять ее на американские доллары, а затем мы сможем вести бизнес. Почему мы должны это останавливать? Именно этого хотел Амар Каддафи. Он хотел создать африканскую валюту, обеспеченную золотом. Это большая причина, по которой они убили его и свергли его страну. Так вот, о чем они здесь говорят. Они говорят о создании экономической системы, которая могла бы конкурировать с долларом. Так что люди могли бы торговать друг с другом без необходимости, а также без необходимости менять свои деньги на доллары, поддерживаемые США. Что еще делает нынешняя система, так это то, что она дает Соединенным Штатам возможность использовать доллар в качестве оружия. Вот почему мы можем вводить санкции против всех, чего нам не следует делать. Потому что тогда люди захотят отказаться от доллара, а именно это и происходит. И тогда это нанесет ущерб доллару, нашей экономике и людям здесь. У проекта более 26 наблюдателей, включая Южноафриканский резервный банк, который был одобрен в качестве члена в этом месяце. Проект Enbridge является результатом обширного сотрудничества, начавшегося в 2021 году между... Так вот, все это вызвано неоконсерваторами. Это именно то, что по их словам собирался сделать Трамп. Трамп этого не сделал. Это делает Байден. Это неоконсерваторы и администрация Байдена. Байден ничего не делает. Он даже вытереться сам не может. Но люди неоконсерваторы в администрации Байдена, они делают это. Так что они по-прежнему ведут войны, каждую войну. Вот почему это было так глупо, когда люди говорили, ой, я теперь братан Байдена, теперь, когда он уходит из Афганистана. Ты слышал, как Барби Калинка из Малибу сказала это, как пустоголовый болван, которым он и является. И сразу же возникает вопрос. Нет, когда Джо Байден уходил из Афганистана, вопрос в том, что они собираются делать с этими деньгами, которые мы тратили в Афганистане. Он никогда не говорил, что я собираюсь взять эти деньги и инвестировать их обратно. Нет, нет, у них была запланирована еще одна война, и я сказал, что у них запланирована еще одна теплая война, и они это сделали. Это война на Украине. И вот, ведя постоянные войны, постоянно говоря, что они все еще вводят новые санкции против России прямо сейчас. Это не работает. На самом деле это делает. Это именно то, о чем они говорили, что произойдет во время президентства Дональда Трампа. Что даже наши старые друзья, такие как Саудовская Аравия, отвернутся от нас, сблизиться с Китаем, сблизиться с Россией, странами БРИКС, Южной Африкой, Индии. Именно поэтому мы не должны этого делать. Это именно то, что не так с неоконсерваторами. Они, а консерваторы, управляют Демократической партией и Республиканской партией. Проект Эмридж является результатом обширного сотрудничества, начавшегося в 2021 году между инновационным центром БИС, Банком Таиланда, Центральным банком Объединенных Арабских Эмиратов, Институтом цифровой валюты Народного банка Китая и Денежно-кредитным управлением Гонконга. В 2022 году был проведен пилотный проект с реальными транзакциями. С тех пор проектная команда Эмбридж изучает, может ли прототип платформы развиться в минимально жизнеспособный продукт, этап которого мы сейчас достигли. По мере того, как он вступает в стадию МФП, проект Эмбридж в настоящее время приглашает фирмы частного сектора предлагать новые решения и варианты использования, которые могли бы развить платформу и продемонстрировать весь ее потенциал. Итак, вот что говорит Дэн Уиппл. Дэн Уиппл говорит, что соглашение о нефтедолларах с Саудовской Аравией, которое существует уже 50 лет, не было продлено вчера. Это огромное финансовое новостное событие и оно даже не попало на последние страницы CNBC. Преимущество, которым обладали США с 1974 года, было растрачено впустую из-за напечатанных триллионов долларов долга. Так что это не совсем неожиданно. Но истерики нынешней администрации по поводу конфискации российских активов и предотвращения доступа к банковской системе SWIFT, что мы сделали с Россией, ускорили эту неизбежность, передав наши намерения всему миру. Очевидно, что другие страны получают сообщения о том, что хеджирование своих ставок и диверсификация мест хранения своих активов – это стоящий подход. Это сигнал, которому последуют другие страны. На его завершение может потребоваться десятилетие, но доминированию доллара США пришел конец. И никто больше об этом не говорит. Никто даже в об этом не говорит, кроме этого парня Дэна Уиппла. И теперь об этом говорит это шоу. Так или иначе, Саудовская Аравия – это А. Я просто скажу, что это прекрасная демонстрация благодарности Саудитов Соединенным Штатам. Я имею в виду, что мы помогли им в голоде и поджогах, и сжигании йеменского народа. Вот тебе и спасибо. Да, вот кто помогал совершать геноцид в Йемене. Так что мы помогаем совершать геноцид в Йемене, а теперь и в секторе ГАЗа. Мы великая страна. Посмотри на это. Это от 29 марта. Саудовский МБС рассматривает возможность принятия нефти юаня, а не нефти доллара в нефтяных сделках с Китаем. Они выглядят счастливыми. Разве они не выглядят счастливыми? Разве они не выглядят счастливыми? Жаль, что их страны не стремятся добиться большего, чем Соединенные Штаты. Они просто хотят стать нами. Вот и все, посмотри на это. Да, это Путин. Вот и все. Это Саудовская Аравия. Они большие друзья. Дерзкие. Если бы это произошло при Трампе, то средства массовой информации взорвались бы, утверждая, что это положило конец Америке. В этом нет никаких сомнений. Так вот оно что. Есть история, о которой знают очень немногие места. У нас есть это здесь для вас. Я никогда не слышал, чтобы в другом шоу говорили о нефтедолларе. Я говорил об этом здесь. Я помню, когда я приглашал людей на это шоу, я поднимал эту тему, и они говорили, я не знаю ни одного долбанного нефтедоллара. То, что находится под поддержкой нашего доллара и наших предложений. Подъезд. Я не знаю, какое слово я ищу. Но это обеспечивает поддержку нашей экономики и нашего доллара. Никто ничего об этом не знает. Об этом даже не говорят. Это произошло в воскресенье. Сегодня среда. Вы видели заголовок об этом? Вы видели, чтобы об этом вообще говорили? Я нет. Когда я вам ее показываю. 14 июня оно вышло. Я показывала 17. Сегодня 17 вышло еще вот это шоу Тим Пула. Но уже другие блогеры тоже показали. Не только Джимми Дор показал про Петродоллар. Но как не было ничего на самых больших платформах, таких как CNN, MSNBC, Fox News, так и нет. А вот это. Сейчас посмотрим, переведет ли нам страничку. Перевел. Яндекс, молодец. Перевел. Итак, значит, посмотрим, что говорят люди в комментариях. Я считаю, что план Каддафи отказаться от нефтедоллара. Вот причина, по которой они уничтожили Ливию. Второй человек пишет. Вот что происходит, когда вы запугиваете мир. Другие страны поняли, что им нужно сформировать альянс, потому что они знали, что США не могут вторгнуться во все страны БРИКС. Мир устал от США и западных союзников. Ну, по комментариям обидно, что люди здравомыслящие. Очевидно, они понимают, что происходит и оценивают ситуацию адекватно. Это стала причиной убийства Каддафи. Никакого золотого стандарта, никакого нефтедоллара. Америка молодец. Ну, Мир что-то не так перевел этот перевелчик. США не оказывали услуг странам Персидского залива. Они использовали их в качестве банкоматов. А Киссинджер всегда шантажировал их и продавал им старое оружие, которое нуждалось в постоянном ремонте. Саудовская Аравия помогала США с доминированием нефтедолларов. Саудовская Аравия наконец-то устала от бреда администрации Байдена. Миру надоело подвергаться издевательствам и или нападениям со стороны Америки. Вот что происходит, когда вся ваша дипломатическая стратегия заключается в том, чтобы брать с собой оружие на все переговоры. Ну, абсолютно верно. Я эмигрант из Сербии. В 90-х я хотел жениться на своей швейцарской девушке, но она не захотела присоединиться ко мне в штатах из всех мест Калифорнии. Более половины мира штата Калифорнии, я не могу поверить, что она отказалась переезжать. Я бы ни за что не оставил калифорнийские пляжи, горы, пустыни, ради холодной швейцарской халь. В конце концов мы расстались теперь и понял, что она была права и ошибся. Джубайдер заставил меня понять, что я был неправ. Но девушка, видимо, тогда еще узнала, что в Америке происходит. Наблюдать за падением Американской империи в реальном времени это просто нереально. США хотели выставить Россию и Китай дураками, но вместо этого США выставили себя дураками. Пусть это будет уроком. Где золото из Ливии и Ирака? Наши правительства, политики прикарманили его. Этот вопрос никогда не поднимался. Но они правы, так и есть. G7 только что встретились и согласились использовать российские деньги, попавшие под санкции для использования на Украине. Мы только что оказали БРИКС наилучшую поддержку. Ребята дальше пишут. Не забывайте о геноциде в Ираке. Доллар США ничего не стоит. Неплохо. Я сделала это Джо Байден. Это уже такой мим, когда Джо Байден что-то при Байде не случается. Он говорит, я сделал это. Молодец, молодец, Саудовец. Мы устали от западного господства. Пусть эта суверенная нация сама решает, как она хочет торговать своими природными ресурсами. Часто говорят, что страна заслуживает того правительства, которое у нее есть. Но это не про США, видимо, говорят. Когда вы превращаете свою валюту в оружие, люди находят альтернативы. Саудовская Аравия, они неблагодарны. Они просто не хотят больше жить в году США. Без бензиновых долларов каждая страна будет процветающей. Около 10 лет назад на одном из форумов я сказал кому-то, что доллар США перестанет быть мировой резервной валютой. Мне сказали, что я идиот. Хотелось бы вспомнить, кто это был, чтобы сказать ему, что я тебе-то говорил. Да мне пора. Когда 95 мира поймут, что 5% мира больше не могут ее запугивать. Это действительно плохая новость. И большинство американцев не осведомлены о ее последствиях. Ну, ребята, действительно плохая новость для США. Я думаю, так это и скажут ему, что мы тут ответили. Хорошие новости для мира. Да, точно, хорошие новости для 7,7 миллиарда человек. Они должны быть шокированы и благоговеть, когда это произойдет. Нет, 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 извините, американцев и европейцев. Не заступайте за нас, мы этого заслужили. Ну, это адекватный американец. Теперь мир видит настоящий ужас. Байкот долларов. Американцы в интернете в течение двух последних десятилетий твердили, нам не нужны саудовцы. Что ж теперь мы получили то, о чем мечтали. Америка это не страна, это компания. Капитализм. 1 миллион говорит о том, что следствием информации начали говорить об этом. Если Трамп будет избран. Ну, не поняла период. Не имеет значения вкладывать ли вы свои деньги в золото или биткоины, если не осталось мира, в котором можно потратить деньги. Наконец-то кто-то действительно заговорил об этом. Это грандиозно. Американцы все спят. Америки, какой мы ее знаем, больше нет. Это правда, я об этом давно говорю. Почему эти русскоязычные американцы, которые живут в отбирании в Штатах, продолжают утверждать, что Америка до сих пор суперэкономика мира, я не понимаю. Потому что это абсолютно не правда. Это грандиозно броню. Америка уже вообще не та, что была раньше. Американский послал санкционировал Саддаму вторжение, а затем взял огромные деньги, чтобы заставить его отступить из Кувейта. Они пытались шантажировать саудовцев в операции под чужим флагом, заключая тайные сделки со своими врагами. Звучит как макеозный рэкет. Мы защитим вас, чтобы предотвратить любые досадные и несчастные случаи, в которые вы можете попасть. Вторжение в американскую империю. Цивилизованные страны хотят присоединиться к БРИКС. Отличные новости. Больше никакого информационного экспорта или санкции для тех, кто выбросил американские облигации и доллары. Наконец-то. Международный валютный фонд. Финансовый крах Америки неизбежен. Рон Пол критикует нефтедоллар последние 50 лет. Рон Пол вообще самый лучший. Один из лучших политиков США. Джимми лучший. Говорит так, как есть. Никакой лжи лицемерия. Если вы их не держите, они вам не принадлежат. Боже, вся эта история с Каддафи и Ливией закончилась этим. То же самое с Ираком. Нам лгали все это время. В основных средствах массовой информации абсолютно ничего нет об этом. Здесь нечего смотреть, ребята. Просто возвращайтесь к работе и продолжайте платить налоги. Да, все люди, которые не могут оплатить экстренные расходы в размере 400 долларов в месяц, должны непременно перевести все свои доллары в золото. Намекает на то, что у людей и так денег нет. Мир станет намного безопаснее после того, как нефтедоллар станет бесполезным. Джимми, у обычных американцев, как у меня, нет ни цента, чтобы инвестировать во что-либо. Не говоря уже о золоте или биткоинах. Мы живем от зарплаты до зарплаты. Очнись. Ну вот, ребята, пишут американцы. Наши ухилянты мечтают переехать в США и думают, что тут их золотые горы ожидают. Когда сами американцы пишут, что у них денег нет на самом деле, даже выживать. Это одна из моих претензий к нему. Он считает, что обычные американцы, такие как я или вы, могут изо всех сил или пытаться инвестировать в золото и серебро, живут, живят зарплаты к зарплате. Не у всех у нас есть такие деньги, как у Джимми Дура. Ваша земля чрезвычайно богата. Просто вернитесь к старым обычаям, приобретите землю, начните заниматься сельским хозяйством. В некоторых штатах земля дешевая. Если вы не можете позволить себе золото или биткоины, как вы можете позволить себе землю? Я беден, как черт, но за 10 лет сумел существенно экономить в золоте и серебре. Конечно, я предвидел, что что-то произойдет тогда. Я многим пожертвовал, чтобы иметь возможность экономить. Мое правило – никогда не продавать золото и серебро, которое я покупаю. Они неприкосновенные. Поэтому, когда я совершенно разорен, я страдаю. Занимаю 100 баксов приятеля, если нужно, но никогда не продаю. Молодец, мужик. Итак, вы говорите, что у всех обычных американцев нет абсолютно никаких инвестиций, вообще нет пенсионных накоплений. Очинитесь, это же 400 долларов. Очинитесь, это же не то, что испытывают все обычные американцы. Некоторые, да, как вы представляете, это практически каждому обычному американцу. Нет, это неправда. Тут они спорят, что у большинства американцев все-таки есть 400 долларов лишние. Если вы обычный американец и не можете ни во что инвестировать, то вы определенно делаете что-то не так сами, обвиняете в других своих неправильных финансовых решениях. Когда иранский шах предложил корзину валют для определения стоимости нефти, Янки назвали его сумасшедшим. Это было примерно 50 лет назад. Ну, кто-то пишет, избавьтесь от фальшивых денег. Так что, ребята, очень много комментариев. Сейчас я посмотрю, если я смогу почитать комментарии на канале Тим Пула. У него тоже обычно такие, у него публика собирается интересная и комментирует обычно очень интересно. Говорит, это помоложе. Друзья и джентльмены, это может быть апокалипс. Соответственно, у Джимми Дора публика постарше, у Тима помоложе. Ну, потому что они читают. Я предполагаю, что Саудовская радия вот-вот столкнется с гражданской войной в кавычках. Ну, то есть мы принесем вам демократию. Как американцу печально, что мы сами себе враги. Простое решение, избери Трампа. Бури, детка, бури, продавай наш унифт в долларах. Вот что случается со слабым лидером вроде Байдена. Этой новости 48 часов. Я рад, что кто-то сообщает об этом. Это уничтожит наш доллар. Печально, что американский народ проголосовал и позволил нашему правительству разрушить Америку изнутри. Ну что ж, крах должен был произойти давным-давно. Наше правительство слишком долго избегало кредитного краха, одновременно сокращая производство США. Пусть события сильно ударят по нам, чтобы люди очнулись и стали продуктивными гражданами, которые участвуют, а не коростолюбивые. Это конец. У Джо нет друзей. Это конец. Как отреагирует Талибан, когда 87 миллионов, которые ежемесячно выделяют им США, ничего не стоит? Похоже, Саудовская Аравия как можно скорее нужна свобода и демократия. Надо тебе попринести. Нексон был неправ, отказавшись от золотого стандарта, перейдя к долларам за бензин. Вы забываете, что Саудовская Аравия уже нарушила сделку в прошлом году, когда продала нефть Китаю за юани. Таким образом, к тому моменту этой сделки практически уже не существовало. Можем ли мы теперь признать, что 15 из 19 гонщиков были выходцами из Саудовской Аравии? Не поняла, про что? С деньгами Саддама. На деньги Саддама. Может, теперь мы... Это, по-моему, про 9 сентября разговор здесь идет. Про 11 сентября. Что-то тут очень так все законспировано. В переводе непонятно. Лидеры нашей страны сбрасывают нас с обрыва. Все эти долларовые цыплята вернутся домой на сест, превратив доллар в дешевую туалетную бумагу. Боже, если бы только у нас была возможность добывать нашу собственную нефть. Пьюсик заклад, Саудовская Аравия просто ждет, когда Трамп пересмотрит условия сделки. Это, конечно, только мое мнение. Ну, а какое это вы мнение? А вдруг Трампа еще не выберут? Вопрос. Вопрос, который никто не задает. Где все экономисты, экономические эксперты, которые выступали за свободную торговлю и отправку американской продукции за рубеж? Ну, то есть, что они отправили заводы в Китай. Вот про этот разговор идет. Ну, кстати, Байден и тоже и предлагал в то время отправить в Китай производство. Вот и отправили. Трамп должен в 2024 году заставить любую страну, нуждающуюся в помощи США, отказаться от своих прав на нефть до тех пор, пока не будет выплачено в 3 раза больше суммы. Какой-то бред. Лучше всех про это сказал Авраам Линкольн. Если мы пойдем, то это произойдет изнутри. Ну, это 100%. Не стоит недооценивать способности Джо Байдена все портить. Может быть, просто нам следует добывать нефть самостоятельно, а не беспокоиться о том, что делает Саудовская Аравия. Мы можем быть самодостаточными, а не беспокоиться о никаком другом. Я бы, конечно, предострел страну, которая получает свою военную технику и материально-техническую поддержку от одной страны, от чрезвычайного раздражения этой страны. Если Америка была не готова к этому дню, Америка виновата сама. Нашим крупнейшим экспортом была инфляция. Да. Ну, интересный комментарий. Как вы видите, люди понимают, о чем идет речь. Вышло много таких роликов уже от независимых журналистов и от больших крупных блогеров. Но, следствием, с информацией пока так ничего не слышно на эту тему. Не слышно, ни Белый дом про это ничего не говорил, ни Домовена Кузя, которая пресс-секретарь Байдена, ничего про это не говорила. Вот такие вот пироги. Пишите, ребята, в комментариях, что вы думаете по поводу окончания сделки Саудовской Аравии. Как вы считаете, это повлияет на экономику не только в Соединенных Штатах, а вообще мировую экономику. Что вы думаете по поводу этой новости? И не забывайте подписываться на мой Телеграм-канал, где я печатаю и публикую такие новости, как только они появляются. То есть новость про нефтедоллар я напечатала еще несколько дней назад. И там уже очень много лайков, много комментариев. Также я печатаю эти новости в секции Community на YouTube-канала. Там в печатном виде просто как бы статьи выставляю, скриншоты от новостей. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всех люблю. До встречи. Будет новое интересное видео очень скоро. Пока-пока.